Драгоценное приветствую! В предрождественские дни продолжу тему, которая попала в мое сердце, уроки Рождества. И на эту тему у меня уже третий эфир. И хочу прочитать вам из Луки во второй главе, где в 15-16 стихе написано о нашем зрении. Поэтому поговорим о зрении в уроках Рождества. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестит нам Господь. Я ставлю ударение на слово «посмотрим» на то, что они услышали от ангелов. И поспешив, пришли и нашли Марию Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Драгоценное, чудесный такой урок. Дело в том, что все, что мы с вами услышим и увидим в духовном мире, это мы найдем в материальном мире. И расскажем об этом другим, точно так же, как об этом рассказали 12 цеглядатов, которые, как разведчики, вошли в обетованную землю. И с 17 по 19 стих продолжу, Луки 2 главу. Драгоценная реальность будет такова, что кто-то в это все равно не поверит, а кто-то поверит в это и будет слагать в сердцах ваших. Я помню, когда мы в 1996 году были на конференции в Москве, где спикером был Морис Сирула, он сказал, я говорю, вам дам три ключа для пробуждения. Первый ключ – это тот ключ, когда Бог говорит, что мне все возможно. Второй ключ – все возможно мне сделать через тебя. А третий ключ – некоторые, или точнее он сказал, многие не поверят. Поэтому реальность будет такова, что кто-то поверит, а кто-то не поверит. И вот Луки 2 глава 20 стих продолжает. И возвратились пастухи славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Вообще драгоценное – это просто и счастье, чтобы не иметь духовную болезнь шизофрении. Потому что шизофрения духовная – это ты можешь что-то видеть или слышать в духовном мире, но в конечном итоге это так и не происходит в материальном мире. То, что нам здесь Святое Писание в Новом Завете преподает как урок Рождества Христова, все, что мы увидим с вами в духовном мире и услышим, это обязательно проявится в материальном мире. Слава Богу! Поэтому мы можем задать себе вопрос, а что видим мы, когда смотрим на нас, точнее на окружающие нас обстоятельства. И вот в книге чисел 13 главе, как раз я уже начал говорить о 12 саглядатаев, 10 саглядатаев в 13 главе, они стали рассказывать о том, что в глазах сынов Янаковых, которые в обетованной земле, мы мелкая саранча. Они увидели себя мелкой саранчой. В то же самое время Иисус Новин и Халев, которые слагали от Бога слова, как Мария и складывали в сердце свое, они как раз увидели сынов Янаковых, как врагов, доставшихся нам на съедение. Посмотрите, одно и то же обстоятельство, одни и те же ситуации, но разный взгляд на все это. Помните, как в книге пророка Иеремии, Господь приходит к Иеремии и в первой главе у него спрашивает, а что ты видишь, Иеремия? И когда он удовлетворился ответом, что Иеремия правильно все видит, он сказал, правильно ты все видишь. И через это он высвободил его в пророческое служение. И поэтому верно видеть, это смотреть на все так, как Господь на все это видит, как Господь это все видит. Вот, к примеру, на примере Скиния Моисеевой мы с вами наблюдаем, что во дворе был жертвенник всесожжения, к которому мы приходим и, по сути дела, открываемся перед Богом такими, какими мы есть. Аллилуйя! Потому что на то он и жертвенник всесожжения для того, чтобы сгорело все то, что старое, все то, что прошлое, то, что должно сгореть, что не угождает Господу. И после этого священник приходил к умывальнику, как прообраз того, что смывая все те вещи, о которых он представлял себя у жертвенника всесожжения, для того, чтобы смотреть на себя так, как смотрит на него Бог, и точно так же, как говорит о нем Слово Божие. Только после этого он уходил во святое для того, чтобы пройти во святое святых. Но я так вам скажу, когда мы уже сегодня говорим не о скинии Моисеевой, а о скинии Давидовой, то, в принципе, меняется только направление. То есть, по сути дела, святое не упраздняется, хотя и завеса разодралась, просто святое, объединившееся святое святых, стало одной комнатой. И в отличие от Ветхого Завета, мы не начинаем со двора, мы начинаем от сердца нашего Господа, аллилуйя. Но мы все равно попадаем на те же самые вещи, которые стоят во святое, это семисвечник, это стол хребов предложения, жертвенник курения. Для чего? Для того, чтобы, будучи уже идти от сердца Бога и тоже правильно выйти. Если в скинии Моисеевой направление было со двора для того, чтобы нам иметь правильный взгляд о Боге, чтобы войти во святое святых, то, в отличие от Ветхого Завета, от скинии Моисеевой, скиния Давидова, когда мы начинаем поход наш со святого святых во двор к людям, мы должны принести правильный образ лица Господнего, чтобы правильно видеть и людям говорить о том, какой на самом деле настоящий Бог для того, чтобы совершить служение Духа и Истины. Поэтому правильно ли мы с вами все видим? И в преддверии Рождества Христова я молюсь своими Иисуса Христа, чтобы наши глаза, они открылись и правильно видели. Слава Господу Богу! И вот следующий момент, о котором я хочу вам сказать, чтобы мы с вами после этой молитвы приготовили наши сердца войти в новый 2022 год без всякого страха и без всякого сомнения. Но прежде мы берем пример народа Божьего с Моисеем. Мы с вами должны взойти на гору Господню. Аллилуйя, потому что вот я выписал стихи числа 13 глава, 18 стих, где написано, прежде чем 12 саглядатаев должны были войти в обетованную землю, Моисей сказал, и послал их Моисей из пустыни Фаран высмотреть землю ханаанскую, и сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору. А почему на гору он сказал им? А потому что с горы совершенно другой взгляд на проблемы. Поэтому Святое Писание, оно, заметили, как часто учит нас, ищите горнего, поднимайтесь на гору, бегите в гору. То есть по-другому не позволяйте никаким проблемам и обстоятельствам смотреть на нас высока. Поэтому, драгоценное, заканчивая сегодня свое слово, третий урок нашего Рождества Христова, вступая в новый 2022 год, давайте увидим себя с горы Божьей, не жертвами, которых бросают в открытые рты исполинов, а эти исполины, они в виде экономических, военных, политических, социальных кризисов, о которых мы говорили в прошлый наш эфир, но чтобы мы увидели себя смелыми воинами, входящими во все эти трудности, которые ожидают нас впереди. Для чего? Для того, чтобы разрешить их и выйти, как Иисус Христос вышел из пустыни в силе Духа Святого. Поэтому во имя Иисуса Христа я молюсь, чтобы этот урок Рождества Христова, который связан с нашим зрением, чтобы оно правильно видело, мы сдали этот экзамен на пятерку. Во имя Иисуса Христа и вошли в новый 2022 год не жертвами, аллилуйя, а смелыми воинами для того, чтобы прославить нашего Господа Иисуса Христа и выйти из всего этого с победой. Будьте благословенны. Аминь.